Строительство в долг рабочим до сих пор не заплатили за возведение легкоатлетического манежа. Об этом рассказали сами строители. Они пытаются получить свои деньги уже несколько месяцев, но попытки результата не приносят. Подробности у Елены Шарыгиной. Строительство манежа в Вересниках длилось около 9 месяцев. Генеральным подрядчиком была фирма из Санкт-Петербурга. Ее специалисты и занимались поиском рабочих на месте, то есть в Кирове. При этом, по словам строителей, 9 месяцев – это очень маленький срок для возведения такого большого объекта. Директор одной из кировских фирм-субподрядчиков Галина Казакова вспоминает, чтобы закончить в срок, работали без выходных. Успели. Манеж торжественно откроют завтра, но денег за это не получили. Обидно за себя, за людей, которые работали в этом легкоатлетическом манеже, за семьи, которые остались без денег и без средств существования. У нас задолженность по заработной плате перед людьми существует, задолженность по налогам существует. И вот хочется, чтобы наши подрядчики поимели совесть и все заплатили. Работы закончились еще летом. И до сих пор оплаты за свой труд ждет не только Галина Казакова, но и несколько других строителей. Заказчик на связь не выходит, звонки и письма игнорирует. Хотя бы какой-то ответ удалось получить только уже от бывшего сотрудника компании, генерального заказчика строительства. Контролировал строительство проекта некий Сергей Сдвижков, который подтвердил, за свою работу кировские подрядчики деньги действительно получили. Не в полном объеме. Вот я 13 июля уволился. Деньги она не получила ни 13 июля, хотя в то время уже все работы были сделаны не позже. Все работы, которые она делала, приняты уже. Манеж работает. Деньги, по-моему, в размере 3 миллиона 800. Я не могу сказать, я так давно это было. 3 миллиона 800. Она так и не получила. Не получили свои деньги и другие организации. Многие из них, как и фирма Галины Казаковой, из-за этого оказались на грани банкротства. Ведь получается, что часть материалов они закупали сами. Перед своими сотрудниками расплачивались из своего кармана. В большинстве семей заработная плата от строительства легкоатлетического манежа является основным источником доходов и средств для содержания детей. Обращения с просьбой погасить задолженность игнорируются. Более того, заняв позицию отказа от подписания документов, нас лишили возможности правового урегулирования ситуации. Манеж торжественно откроют во вторник. А в ближайшие дни пострадавшие строители планируют обратиться в прокуратуру.